Салям Казахстан. Непонятно пошла беседа, дискуссия в обществе вокруг казахского языка, поводом для которого послужили требования Угус-Дулана, гражданина Турции, требования казахского языка, государственного языка во всех учреждениях государственных, во всех сферах обслуживания, в торговой сфере и так далее. Я думаю, это ненормально. Для русскоязычных специально нужно просто проговорить несколько моментов. Требования государственного языка обслуживания на казахском языке в любом кафе, в любом государственном учреждении, в любой точке торговли и сферы обслуживания – это нормально. Есть закон о государственном языке, есть закон о языках, читайте его. И это никакой не межнациональная рознь. Здесь никто никакую нацию не оскорбляет. И в этом отношении к другим нациям, к оскорблениям другой нации, требования обслуживания казахского языка на казахском языке – это никакого отношения не имеет. Это надо просто чётко проговорить. Теперь дальше следующий момент. Я думаю, что это вроде бы против русского языка, против славян, против русского населения и так далее. Опять же, какая-то билиберда. Причём тут это? Давайте возьмём просто элементарно. Вот продавщица стоит в Казахстане, и она не может обслужить граждан. Ну, есть среди народа и русскоязычный, и казахскоязычный. Извините меня. А как в этом отношении обслуживать казахов, которые хотят обслужиться на своём родном языке? Получается, здесь нарушаются права клиентов, нарушаются права в этом плане людей, интересы которых просто никто не хочет соблюдать. Получается, что здесь в Казахстане можно жить только русским или русскоязычному населению? А казахскому язычному населению куда деваться? Давайте тогда мы их выбросим, чёртова матери, на свалку, давайте мы их отправим на Луну, Ну, пусть они уедут в Неваду, пусть они уедут в пустыню. Куда им деваться? Поэтому в этом плане, ребята, всем русскоязычным, особенно политикам и блогерам, я думаю, что нужно зарубить себе на носу, что Казахстан – это страна, единственное место, где казахский язык имеет право быть государственным, имеет право быть, более того, единственным государственным языком. Я считаю, что русский язык должен получить статус официального языка на местном уровне. То есть любой масляхат, любая область, любой город, любой район может проголосовать за то, чтобы на его территории, наряду с государственным казахским языком, был официальный русский язык. В этом отношении всё очень просто. Казахский язык должен получить не просто единственного республиканского языка, он должен получить статус верховенства языка. Например, государственные детские сады должны быть только на казахском языке. Государственный бюджет должен поддерживать только казахскоязычные детские сады. И тогда русские корейцы, татары, башкиры и так далее, все, кто хотят детей воспитывать за счёт государства, они могут привезти в казахскоязычный садик, и государство им должно гарантировать обслуживание их детей, содержание их детей, питание этих детей, пока родители находятся на работе, пока родители зарабатывают. Их дети будут под присмотром государства воспитываться, общаться с другими людьми и изучать казахский язык. С ними будут разговаривать воспитатели и так далее. Вот в таком ключе это должно быть. Поэтому межнациональной розни я здесь не вижу. Русофобских отношений, значит, какого-то отношения, высокомерия к другим народам я не вижу здесь. Любой продавец, любой киоскёр, любой продавец на базаре должен знать казахский язык, и он должен обслужить как русскоязычных клиентов, так и казахскоязычных клиентов. Никакой клиент, тем более на казахскоязычный клиент, не должен быть зажат, оскорблён, дискриминирован и так далее. Теперь дальше пошли. Овус Дуган не казах. А это что за аргумент вообще? Если, допустим, Геральт Бельгер не казах, и он пришёл на базар, и его отказываются обслужить в магазине. Он что, не имеет права требовать обслуживания на государственном языке, что ли? Или наоборот? Даже если он русскоязычный человек, но он видит, что казахскоязычных клиентов просто не хотят обслуживать на их родном языке. Просто даже из чувства интернационализма, из чувства справедливости он должен заступиться за граждан, которые в своей стране, на своём государственном языке, которые имеют статус государственного языка, он не может получить обслуживание. Разве он не имеет права заступиться за такого человека? Или в подобной ситуации, возьмите, например, человека при вас насилуют, оскорбляют, унижают, бьют его и так далее. Вы неужели пройдёте мимо такой ситуации? Разве вы, как мужчина, не заступитесь за девушку, которая оскорбляет толпа хулиганов? Вот точно так же, молодец. Огус Доган выполняет нормальный интернациональный долг. Он выполняет братский долг. Он молодец. Мы ему должны высказать большое уважение, почтение, почёт. И мы должны его наградить. И мы должны, более того, что-нибудь придумать в поддержку казахского языка, какую-то медаль. И первым, кто должен получить такую медаль, должен быть Огус Доган. В этом отношении всё очень просто. Теперь дальше. Видео. Видео на сегодняшний день никто не имеет права говорить, что не снимаете меня и так далее, если вы стали объектом того, что ваши незаконные действия фиксируются на камеру и так далее. Даже когда по отношению ко мне производились видеосъёмки, я говорил «хорошо». И я переходил на официальный язык и переходил на официальный тон и говорил чётко и ясно, понимая, что меня фиксируют. Надо спокойно к этому относиться. Мы сегодня живём в мире видео, поэтому в этом отношении мы должны спокойно реагировать на видео и самим снимать видео, самим фиксировать все нарушения, которые происходят в нашем городе, на нашей улице. Если незаконные действия КСК, фиксируйте. Если незаконные действия полиции, фиксируйте, разговаривайте с ними. И по отношению к вам беспредела будет меньше, когда вы будете снимать всё это на видео, на смартфон свой. Слава богу, теперь наш телефон становится ходячей видеокамерой. И это очень неплохо. Потом дальше, следующий момент. Если идёт какая-то излишняя некорректный разговор, какой-то непонятная грубость какая-то со стороны, может быть, где-то проявляется в каких-то нотках и так далее, со стороны того, кто снимает на видео, в этом отношении я считаю, что это же видно же на видео. То есть, когда человек снимает на видео, он сам себя наказывает, когда он ведёт себя некорректно. Так что в этом отношении, я думаю, опять же, претензий никаких не должно быть. А к УГУЗу я хотел бы просто сказать, что единственное, чуть-чуть в этом отношении где-то не пытаться соблюдать там, не пытаться переходить красную линию в плане темперамента наезда. И тогда всё это будет выглядеть очень культурно, сдержанно, красиво. И пусть агрессивной стороной будет всегда та сторона, которая не права, которая не уважает казахский народ, которая не уважает казахско-язычного населения. Жақсы, жүрттер, кыздар, сау болыңыз!